Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Кадетскому движению в России более 300 лет. Возродившееся в начале 90-х годов, сегодня оно набирает популярность, поскольку доказывает свою эффективность подготовки хорошо образованных, ответственных и дисциплинированных специалистов для военной, правоохранительной и государственной гражданской службы. Самарский кадетский корпус МВД России подготовил немало крепких ребят, которых можно смело назвать достойными защитниками Отечества. Сегодня мы познакомимся с единственным в России учебным учреждением МВД для поступлений несовершеннолетних граждан – Самарским кадетским корпусом МВД России. Я представляю гостей в студии Наталья Семеновна Бикеева, заместитель начальника Самарского кадетского корпуса МВД России по учебной работе, подполковник внутренней службы и Кирилл Нефедов, кадет первого взвода, четвертого курса, рядовой. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, я пригласила сегодня вас в студию побеседовать о вашем кадетском корпусе. Ну и первый, наверное, вопрос логичный. Расскажите, собственно, о том учебном заведении, в котором вы работаете, ну а вы учитесь. Ну, Самарский кадетский корпус Министерства внутренних дел Российской Федерации создан был в 2014 году. И основная цель – это подготовка несовершеннолетних граждан к службе в органах внутренних дел. Поэтому вся деятельность наша направлена именно на подготовку ребят, чтобы они поступали в высшие учебные заведения системы МВД. Ребята учатся у нас с 5 по 11 класс, то есть срок обучения у нас 7 лет. Но кроме общеобязательных предметов, которые входят в обыкновенную общеобразовательную программу, у нас еще есть учебные курсы, дополнительные образовательные программы, которые направлены именно для облегчения их обучения в высших учебных заведениях системы МВД. Ну а кто ежедневно направляет ребят, кто занимается детьми? У нас, в общем-то, детьми занимается очень большой штат сотрудников и работников. Прежде всего, это сотрудники курсов. Туда входит начальник курса, два командира взвода, старшина, психологи, сотрудники и работники отделения морально-психологического обеспечения, учителя циклов, методисты, тьютеры, классные руководители. Все сотрудники и работники, они свою деятельность направляют именно на воспитание и обучение таких вот ребят. Кирилл, ну вопрос у меня следующий к тебе. Расскажи, пожалуйста, а почему ты выбрал Самарский кадетский корпус МВД России? Все-таки это было твое решение, либо больше решение родителей? Ну и расскажи, пожалуйста, о своей учебе. Я решил поступить в кадетский корпус, потому что мой папа подполковник в отставке. Я решил пойти по его стопам. И тогда я решил поступить в кадетский корпус МВД России. Ну расскажи, как это произошло, после какого класса? После четвертого класса моя мама нашла кадетский корпус. И тогда предложила мне. Я тогда залез в интернет, посмотрел, что это вообще за такое образовательное учреждение. И тогда у меня появилось желание поступить сюда. Весной я сдал психологический тест. И в скором времени моей маме позвонили, сказали то, что я поступил, и летом я могу прийти и начать свое обучение. Ты обрадовался, когда узнал, что тебя зачислили? Да, конечно. Да? Ну а прошло сколько времени, как ты обучаешься в кадетском корпусе? Полных четыре года. Полных четыре года. Ну, давай о впечатлениях о своих. Что можешь сказать? В кадетском корпусе очень хорошее образование, очень дружные и активные ребята, хорошие преподаватели, офицеры. Всегда могут помочь, если нужна какая-либо помощь. Помощь и поддержка. Ну, хорошо. Продолжаем. Наталья Семеновна, где проживают кадеты? Я прошу вас рассказать, наверное, о бытовой стороне вопроса. Ведь на полном пансионе дети находятся, правильно я понимаю? Да, дети находятся на полном пансионе, то есть они обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием, форменным обмонтированием. Кроме того, детям выплачивается стипендия. Ежемесячно – 1085 рублей, а для детей, сирот или детей, оставшихся без попечения родителей – 2170 рублей. Дети проживают в комфортабельном четырехэтажном общежитии семейного типа. На этажах у них находятся классы службы, где они могут заниматься дополнительно. В холлах стоят телевизоры, бытовые комнаты. То есть все, чтобы они обучались и занимались обыкновенной жизнью. Да, то есть все предусмотрено для комфорта, для детей. А вы знаете, у нас есть видео как раз о общежитии, поэтому давайте все вместе посмотрим. Ну и, конечно, особое внимание, наверное, родителей, да, в каких условиях придется быть детям, если вдруг вы решите, что ваш ребенок будет учиться в кадетском корпусе. Внимание на экран. На каждом этаже общежития для обучающихся обустроены трех и пяти местные комфортные спальные помещения с туалетом и душевой комнатой. Для содержания в чистом виде личных вещей обучающихся и приведения в порядок форменного обмундирования оборудованы комнаты бытового обслуживания. Для соблюдения питьевого режима в комнатах бытового обслуживания установлены питьевые фонтанчики с подачей воды через систему очистки. Для отдыха ребят также на каждом этаже расположены уютные холлы с телевизорами, диванами и живыми уголками. Для проведения занятий по профессиональной подготовке предусмотрены классы службы. На подвальном этаже общежития оборудованы вещевой склад для хранения постельного белья, вещевой склад для хранения форменного обмундирования и обуви, кладовые для хранения вещевого имущества, переменного состава курсов. Здание общежития снабжено оборудованием всех видов инженерного обеспечения. Инженерные системы соответствуют всем требованиям безопасной эксплуатации. Наталья Семеновна, как понять, подходит ли ребенку такая форма обучения? Вот Кирилл сказал о психологическом тесте. Расскажите, пожалуйста, вот об этом поподробнее. Ну, прежде всего, лучше родителей никто не знает своих детей, поэтому любой родитель, он чувствует, сможет ребенок обучаться именно в закрытом образовательном учреждении, потому что у ребенка поменяется все. Уклад жизни, он должен строго соблюдать распорядок дня, он должен придерживаться субординации, он должен ежедневно заниматься строевыми приемами, заниматься рукопашным боем. У нас очень большая подготовка физическая у детей. Кроме того, у нас ребята участвуют не только в олимпиадах регионального и городского уровня, но и также в олимпиадах, которые организовывают образовательные учреждения системы МВД. И поэтому ребенок должен быть самостоятельным, прежде всего. Он должен не бояться трудностей, он должен уметь разрешать конструктивно конфликтные ситуации, стремиться быть лучше, добиться чего-то в самом. Ну, естественно, дисциплинированность это, прежде всего. А вы знаете, вот эти же вопросы я сейчас хочу задать тебе, Кирилл. Расскажи, пожалуйста, вот давай вспомним 4 года назад, как ты только пришел, сложно ли тебе было адаптироваться, привыкнуть к совершенно новым условиям твоей жизни? Это новая учеба, новые преподаватели, новые одноклассники, новая среда, где ты остался жить. Вот долго ли ты привыкал и как вообще ты адаптировался? Вообще, когда я пришел, у нас у всех, ребята, и у меня в том числе, были новые впечатления. Мы смотрели в разные стороны, смотрели на друг друга, знакомились с собой. И для нас это было все новым. В новинку, конечно. Ну, а потом? А потом нам командиры сказали, что нужно делать, приучали нас к новым вещам. Поначалу было как-то трудно, но со временем это все укладывалось в нашу постепенную жизнь, и сейчас легко все дается. Ну, а как вот вы общаетесь с новичками, которые приходите, поддерживаете как-то их морально? С новичками мы сначала расспрашиваем, откуда, как зовут, сколько лет. Мы как бы его изучаем, знакомимся с ним. А потом просто принимаем его в общество. Он живет так же, как и мы. Мы его учим каким-либо вещам, которые делаем сами. Например, как нужно заправлять правильно постель, либо как нужно правильно подшивать подворнички. То есть наставничество даже у вас практикуется? Ну, извини, пожалуйста, я не могу не задать тебе вопрос. У нас такая откровенная беседа, да? Но вот если конфликтные какие-то ситуации возникают, как вы из них выходите? Конфликтные ситуации, если они происходят, мы их стараемся быстро уладить. То есть подходит какой-нибудь товарищ и говорит, что случилось, расспрашивает, а потом просто нас обоих успокаивает. Говорит, давайте потом это решим, а потом это уже забудется. Давайте жить дружно, да, как в том мультфильме. Наталья Семеновна, бывает ли у кадетов возможность приезжать домой? Это ведь тоже, ну, не очень, вернее, очень немаловажный фактор, да, для комфортного пребывания в учебном заведении. Да, как я уже говорила, дело в том, что так как у нас закрыто образовательное учреждение, дети находятся круглосуточно на территории кадетского корпуса, и практически с утра до вечера они чем-то заняты. То есть у них распорядок дня полностью расписан, от и до. А давайте по распорядку пройдемся, интересно же. Пожалуйста, у них подъем в 6.30 утра. Так. Потом они, у них зарядка. Далее построение, естественно, завтрак и уроки. Уроки начинаются у нас с 8.30. Как правило, у нас они, у кого-то 5-6 уроков, но прерываются они на второй завтрак. Это в 11.05. Второй завтрак у нас длится 35 минут. То есть есть возможность передохнуть еще, да? Да, есть возможность передохнуть, перекусить. Вот. Потом, опять же, идут занятия до 15.10. В 15.10 у них обед, и в 16.00 у них начинается первый час самоподготовки. В 16.45 у них начинаются внеурочные деятельности и занятия по дополнительным вообще образовательным программам. Они как занимаются моделированием, робототехникой, программированием, рукопашным боем, дзюдо, боксом. То есть каждый ребенок может выбрать по своим интересам все, что угодно. Да, то есть то направление, которому интересно. Да, то направление, которому интересно. Рисование также, музыка, хореография. То есть ребенок может развиваться в любом направлении. И скучать некогда. Скучать некогда. Два часа у нас отводятся на занятия внеурочной деятельности и по дополнительным вообще образовательным программам. Далее идет ужин и потом время для личных потребностей. В 21.00 у них второй ужин и в 10.00 у них отбой. Ты чем занимаешься в свободное время от учебы? В свободное время от учебы я сначала делаю уроки. Так. Потом, когда приходит время внеурочек, я хожу на пене и на рукопашный бой. Мне очень нравится, я хожу с удовольствием. А в свободном времени я хожу в библиотеку, читаю книги. Ну, либо, если не понимаю что-нибудь, тоже изучаю предметы и делаю уроки. Ну, а если помощь нужна вот именно в учебе, ну, недопонял какой-то предмет, математику, к примеру, помощь от педагогов можете вы получить? Конечно, можно. Просто нужно подойти, сказать, что именно непонятно, и она объяснит. Наталья Семеновна, скажите, пожалуйста, в какой класс в этом году будет вестись набор? Ну, и если родители приняли такое решение, и ребенок сам хочет учиться в кадетском корпусе, что для этого нужно сделать? Вот пошаговую инструкцию. Итак, набор осуществляется у нас в пятый класс. В этом году выделено у нас 38 мест прямого набора. То есть это когда к нам приезжают непосредственно и у нас подают документы. В шестые и последующие классы у нас ведется набор, ну, в соответствии с вакантными местами. Так. Прежде всего необходимо позвонить в приемную комиссию по телефону 8 846 302 69 67 и там направить на психологическое тестирование, которое проходит по предварительной записи. После того, как ребенок пройдет психологическое тестирование, если он будет рекомендован, соответственно, на него формируются учебные дела с помощью тех документов, которые собирают родители. Ну, и по завершению набора кандидатов стартует конкурсный отбор. Ну, вот сейчас уже март месяц, в январе сейчас уже стоит побеспокоиться? Может быть, в ближайшие дни будут дни открытых дверей? Да, конечно. В общем-то, у нас запись на психологическое обследование ведется с января месяца. Поэтому многие дети уже прошли психологическое обследование. И у нас планируется 25 марта 2023 года в 11 часов в Самарском кадетском корпусе Министерства внутренних дел Российской Федерации по адресу город Самара, поселок Управленческий, улица Академика Кузнецова, 32, день открытых дверей. Мы приглашаем ребят и их родителей, законных представителей, посетить наше учебное заведение с целью определиться, хотите вы учиться в таком учебном заведении или нет. Вы посмотрите территорию кадетского корпуса, зададите вопросы, какие вам будут интересны. И, в общем-то, посмотрите, как дети живут и милости просим. Наталья Семеновна, могут ли иностранные граждане поступить в Самарский кадетский корпус МВД России? Нет. У нас ведется прием несовершеннолетних граждан только субъектов Российской Федерации. На данный момент у нас обучаются дети с 35 субъектов Российской Федерации, в том числе с Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Кроме того, на обучение в кадетский корпус принимаются несовершеннолетние граждане Российской Федерации в возрасте не старше 11 лет, по состоянию на 31 декабря года поступления. Ну, то есть можно поступить не в начальное звено, а можно уже поступить выше. Ну, то есть тоже для этого нужны необходимые процедуры проделать, правильно я вас понимаю? Ну да, конечно, также проходит психологическое обследование, также формируются учебные дела посредством документов, которые родители нам предоставляют. И, в общем-то, потом конкурсный отбор также среди ребят, какие классы хочет поступить ребенок. А девочки принимаются в Самарский кадетский корпус МВД России? То есть нам не принимаются, у нас только юношки. Ну и давайте, наверное, сейчас мы все-таки поподробнее остановимся, как можно поступить, потому что, ну ведь это на самом деле очень важно определиться с выбором будущей профессии. Ну и какие все-таки плюсы, бонусы, что ли, получает специалист, ну уже выпускник Самарского кадетского корпуса? Ну, после того, как стартует конкурсный отбор, соответственно, ребят приглашают где-то 20 августа прибыть в сопровождении родителей и законных представителей в кадетский корпус. На период с 20 августа до 1 сентября, естественно, дети обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием. Лица, сопровождающие их, бесплатным питанием и проживанием не обеспечиваются. Но, начиная с 20 августа и до 1 сентября, у нас дети проходят у нас окончательный медицинский осмотр, сдаются беседования по учебным предметам. Это русский язык, математика, окружающий мир для тех, кто идет в пятый класс, и истории для тех, кто идет в последующие классы. В общем-то, и они проходят процесс адаптации. Командиры знакомятся с ребятами, помогают, если сильно переживают. Некоторые ребятишки плачут первое время, но это тоже вполне обоснованно, потому что их оторвали от семьи, дома они не появляются, им очень тяжело. Поэтому проходит процесс адаптации в этот период, работают с ним психологи. Ну и, конечно, занятие строевой подготовкой никто в это время не отменял. Ну, а как сказал кадет Кирилл, что товарищи помогают, то есть подставляют надежное плечо и помогают адаптироваться в обстановке, которая, конечно, впервые и вновь. Ну вот скажи мне, пожалуйста, ты как-то изменился вот с тех пор, как ты поступил в кадетский корпус? Ты стал лучше? Да. Если после школы я мог спокойно брать в портфеле и пойти гулять, то сейчас нет. Это... Я не могу себе такого позволить, это уже заложено во мне. Какие качества вас воспитывают в кадетском корпусе? Самостоятельность, уверенность в себе, сдержанность, общительность и многие другие такие качества. Мы занимаемся строевой подготовкой, что хорошо влияет на нашу прямую осанку. Когда ходим на урочки, это тоже... Мы развиваемся. В рукопашном бою мы там тоже делаем разминку, занимаемся спортом, потягиваемся. Ну и, конечно, отрабатываем приемы. Это все влияет на наше здоровье. Та же самая зарядка очень хорошо помогает здоровью укрепиться. Ну а по родителям скучаешь? Домой хочется иногда? В нашем кадетском корпусе есть увольнение, и когда мы скучаем по родителям, родители нас иногда забирают на увольнение, так что даже соскучиться не успеешь. Наталья Семеновна, скажите, много ли кандидатов на одно вакантное место? И, конечно, есть ли льготные категории граждан для поступления? Ну, ежегодно где-то на одно вакантное место 2-3 кандидата. И льготные категории у нас в составе прописано существуют для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, детей из многодетных семей сотрудников органов внутренних дел, детей-сотрудников органов внутренних дел, увольненных по достижении ими предельного возраста пребывания на службе по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Очень продолжительность службы в органах внутренних дел, которых составляет 20 и более лет. А вот сейчас предлагаю ненадолго прервать наш разговор и посмотреть еще один небольшой видеофильм о кадетском корпусе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На обучение в пятый класс кадетского корпуса принимаются юноши в возрасте не старше 11 лет, годные по состоянию здоровья, успешно освоившие образовательную программу начального общего образования. Полный срок обучения составляет 7 лет. Переменный состав кадетского корпуса по очной форме обучения на данный момент составляет 325 воспитанников. Самым важным предметным символом Самарского кадетского корпуса МВД России является Знамя корпуса, торжественно врученная 1 сентября 2014 года начальником Департамента государственной службы и кадров Министерства внутренних дел Российской Федерации, генерал-лейтенантом внутренней службы Кубышко Владимиром Леонидовичем. Девиз кадетского корпуса – «Клянемся достойно учиться и жить, а в будущем верно отчизне служить». За недолгий период существования в кадетском корпусе сложились свои традиции. Кадеты ежегодно принимают участие в военно-спортивном сборе воспитанников Суворовских военных училищ МВД России «Наследники Победы», кадетском бале и мероприятии федерального значения «Параде памяти», посвященном военному параду в городе Куйбышев 7 ноября 1941 года. Безусловно, самым торжественным мероприятием в жизни кадет является церемония принятия торжественного обещания первокурсниками. К этому событию воспитанники готовятся с самого начала учебного года, изучают символику государства, историю российского кадетства, проводят дополнительные занятия о значении ритуала присяги, готовят форму, тренируются в строевой подготовке. Присяга на верность кадетству – это очень серьезный шаг в их жизни. Это момент приобщения к величию своей страны. Начальник корпуса, полковник внутренней службы Главчев Игорь Николаевич не оставляет без внимания ни одно мероприятие в жизни Самарского кадетского корпуса. Активно принимают участие в исторических событиях кадетского корпуса и почетные гости. Образовательная деятельность в корпусе осуществляется в двух направлениях – основная образовательная программа, реализующая 21 предмет, и дополнительная общеразвивающая программа по направлениям – физкультурно-оздоровительному, социальному, туристско-краеведческому, историко-патриотическому, естественно-научному, общеинтеллектуальному, научно-техническому. Для осуществления образовательного процесса и проведения учебных занятий в кадетском корпусе оборудованы 22 аудитории, в том числе 4 лекционных зала для проведения самостоятельной подготовки, актовый зал, библиотека с читальным и компьютерным залами с выходом в сеть интернет, комната истории органов внутренних дел, кабинет психоэмоциональной регуляции, электронный тир, два специализированных кабинета – естествознания и криминалистики. Учебные аудитории оборудованы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Для организации занятий по физической подготовке кадетский корпус использует спортивный зал, борцовский зал Главного управления МВД по Самарской области. С целью повышения качества знаний, полученных переменным составом, в расписании занятий предусмотрены консультационные часы. В кадетском корпусе созданы все условия для разностороннего развития личности кадет, для реализации интересов и творческого потенциала. Реализуются дополнительные образовательные программы. Действует кадетский хор, хореографический кружок. Проводятся занятия по обучению игре на гитаре. Обучающиеся имеют возможность заниматься боксом, дзюдо, рукопашным боем, легкой атлетикой, футболом. Немало усилий прилагается по организации культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий с воспитанниками кадетского корпуса. Учащиеся посещают театры, зоопарк, экспозиции музеев и выставок города Самары и области. Совершают обзорные экскурсии по достопримечательным местам. Пятиразовое питание переменного состава организовано в столовой кадетского корпуса. На территории кадетского корпуса расположена медицинская часть. Это лечебное учреждение, имеющее современную лечебно-диагностическую базу, позволяющую решать задачи по медицинскому обслуживанию кадет. Выбор будущей профессии – один из первых серьезных шагов, который предстоит сделать каждому человеку. Наверное, нет настолько нужной и востребованной профессии, как профессия полицейского. Это те люди, которые охраняют покой и безопасность нашей страны. Служба в полиции напряженная, но очень важная и нужная людям работа. Во всем мире эта роль – одна из самых престижных и уважаемых. В каждой стране есть свои традиции, свои герои. Ты тоже можешь стать героем своей великой державы. Наталья Семеновна, платное ли обучение в Самарском кадетском корпусе МВД России? Обучение полностью бесплатное. Кроме того, дети обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием, форменным амбандированием, спортивной одеждой, нежним бельем, мыльными принадлежностями. То есть все абсолютно бесплатно. Ну а гарантируете ли вы поступление в ВУЗы МВД России уже по выпуску из кадетского корпуса? Ведь дальнейшее трудоустройство, согласитесь, немаловажный фактор. Гарантии так таковой нет. Но наши выпускники имеют преимущественное право поступления в высшее учебное заведение системы МВД. По сравнению с другими ребятами, которые поступают. Но это смотрится, естественно, по баллам единого государственного экзамена. Кроме того, многие образовательные учебные заведения, они предоставляют нашим кадетам участвовать в конкурсах и олимпиадах, где за участие и призовые места им к баллам ЕГЭ могут добавляться от 1 до 3 баллов. Поэтому это тоже как бы хороший бонус. А вот где и когда начнутся вступительные испытания? Вступительные испытания, как я уже говорила, в общем-то у нас начинаются именно с 20 августа, когда дети приезжают к нам на территорию кадетского корпуса. Там они проходят окончательный медицинский осмотр, ну и собеседование по учебным предметам. А психологическое обследование проходит уже сейчас. Поэтому записывайтесь и приходите к нам на обучение в Самарский кадетский корпус МВД России. Ну и можно, конечно, предварительно позвонить и записаться. Ну что же, вот так быстро пролетело у нас с вами время. Я хочу поблагодарить вас за очень интересную беседу. Спасибо большое тебе, Кирилл, пожелать, чтобы все твои мечты обязательно сбылись. Ты стал настоящим, как минимум, полковником. Ну и проанонсируйте, пожалуйста, ближайший еще раз день открытых дверей. И все-таки почему стоит выбирать образование, которое даете вы? Ну, ближайший день открытых дверей у нас стоит с 25 марта 2023 года в 11 часов в Самарском кадетском корпусе Министерства научных дел Российской Федерации, расположенном по адресу город Самара, Улица, Академика Кузнецова, 32. Почему наше образование? Во-первых, при поступлении в ВУЗы высшее учебное заведение системы МВД у нас гарантированно дети трудоустраиваются, выпускники наши трудоустраиваются. То есть без работы они не остаются. Кроме того, мы всегда ориентируемся на заказ общества. То есть все хотят получить сотрудников полиции дисциплинированных, ответственных, исполнительных, умеющих разрешать конструктивные конфликтные ситуации. Именно этому и учат наши командиры заводов, начальники курсов, психологи, учителя циклов. У нас все направлено именно на воспитание будущего сотрудника полиции таким, какой он должен быть и какое хочет получить общество. Спасибо. Ну и Кирилл предоставляет тебе заключительное слово. Что бы ты хотел пожелать себе, наверное, и своим коллегам, ученикам, кадетам? Я хочу пожелать своим коллегам и товарищам успехов в спорте, учебе и так далее. Хорошо учиться, чтобы были послушными и были отличными товарищами для всех. Те, кто еще думают поступать или нет, набирайтесь смелости, потягивайте спорт, учебу и поступайте сюда. Приглашаем вас в кадетский корпус. И от лица кадетского корпуса хотели бы вам подарить фарфоровую форму кадета. Ну, спасибо огромное. Достойное место займет кадет самарского корпуса МВД в телекомпании «Самар и ГИС». Благодарю вас, успехов и всего самого хорошего. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания.